В свое время в колхозе села Старая Мушта было более тысячи голов крупного рогатого скота, лошадей и овец. А сегодня в хозяйстве насчитывается две с половиной сотни голов скота. Но это количество является скорее поводом для гордости. С 2006 года хозяйство возродили и с тех пор сотрудники работают стабильно. С прошлого года аграрии Старые Мушты вступили в программу 500 ферм. Благодаря господдержке сотрудники организации «Восход» надеются, что возрождение былых масштабов хозяйства только начинается. В данный момент мы находимся в здании, которое отремонтировано за средства, которые выделены благодаря программе 500 ферм. Покрыли кровлю, сделали новую обшивку. Остается еще покрасить внутренние и наружные поверхности. Потом надо поставить стойло электрооборудованием. Остается еще выполнить 70% работы. На средства, полученные из бюджета республики, в хозяйстве начали строительство нового корпуса. Кровли начали благоустраивать еще зимой. Если на данный момент в ферме содержится более 430 голов вместе с телятами, то новое здание будет рассчитано на 250 голов крупного рогатого скота. Сюда же планируется разместить дойных коров. Также здесь будут оборудованы душ, комнаты для работы и отдыха специалистов. В будущем на этой ферме все будет максимально автоматизировано. Если бы не программа 500 ферм, то надежды на возрождение былых объемов организации не было бы, говорит руководитель. Хозяйство «Восход» образовано в 2006 году. Когда начинали, нас было 25 человек. Теперь в коллективе 20 человек. В прошлом году вошли в программу 500 ферм. Зимне-стойловый период проходит благополучно. В основном рабочие с поставленной задачей справляются. В скором времени у нас начнет работать новый кормораздатчик. Сельхозтехника к посевной уже подготовлена. Горюче-смазочные материалы готовы. Механизация процесса ухаживания за крупным рогатым скотом намного облегчает труд работников. Это особенно актуально в условиях современности, когда ощущается нехватка сотрудников, а молодежь не стремится в деревню. На средства, полученные с бюджета региона, хозяйство планирует отремонтировать и телятник. Тем более, что перспективы развития кооператива радуют. Уже сейчас в хозяйстве насчитывается более 170 дойных коров, молоко которых в объеме 1300 тонн поставляется на молокозавод Илишевского района.